Добрый день! Еще Джон Хьюлингс Джексон писал, что исследование парциальных приступов стало отправной точкой для исследования локализации функций в головном мозге. Другой метод изучения структурно-функциональных связей посмертно или прижизненное исследование структурных повреждений мозга. Широкое внедрение методов нейробизуализации позволяет все в большем числе случаев выявлять эпилептогенные повреждения у пациентов с фокальной эпилепсией. Однако структурно-функциональные взаимоотношения в головном мозге имеют сложный характер. Вопреки мнению Пенфилда, считавшего, что тип приступов зависит от функциональных характеристик области мозга, в которой они начинаются с силы инициального повреждения и путей распространения возбуждения, Расмуссон при анализе исходов оперативного лечения у пациентов, подвергнутых резекции лобных долей мозга, не выявил взаимосвязи между зоной оперативного вмешательства и характеристикой приступов. Объяснение этого было предложено Вильямсоном, который отмечал, что высокая скорость распространения лобных приступов снижает локализационную значимость многих эктальных феноменов. Хорошо развитые ассоциативные связи между затылочной корой и передней височной зоной служат объяснением высокой частоты приступов с нарушением когнитивных функций при затылочной эпилепсии. Другие данные, демонстрирующие проекционные связи височной коры с затылочной, объясняют зрительные ауры у пациентов с височной эпилепсией. Дополнительные трудности в определении источника приступов возникают при обнаружении в головном мозге нескольких повреждений, каждый из которых является эпилептогенным. Очевидно, что эти повреждения отличаются друг от друга по степени вовлечения в эпилептогенез окружающих структур. Однако причина данных различий остается неизвестной. Другим фактором, препятствующим точному установлению структурно-семиологической взаимосвязи, является то, что многие эпилептогенные повреждения, очевидно, в действительности распространяются за пределы границ, видимых при нейровизуализации. Можно предположить, что этим объясняется большинство неудач при хирургическом лечении эпилепсии. Дефиниция различных приступов или эпилептических синдромов по долям головного мозга не может быть точной еще и потому, что ни одна из них не является в полной мере функционально отличной от других. Это ведет к схожести клинических проявлений приступов, начинающихся в различных областях мозга. Таким образом, классифицировать эпилептические приступы следует, очевидно, на основании вовлечения в них определенных систем. Термин «система» применяется здесь в том же контексте, в котором мы говорим о неврологических системных расстройствах. Примером системы является описанная Пенфилдом взаимосвязь между эталомическими ядрами и определенными участками коры, учение о эталомических проекционных зонах. Примером системного эпилептического синдрома служит мезиально-височная эпилепсия с гиппокомпальным склерозом. Она представляет собой сочетание семиологии приступов, возникающих в лимбической системе, характерных расстройств высших корковых функций и определенных структурных изменений, а именно склероза гиппокомпа. Нередко сохраняющиеся после височной лобэктомии изолированные ауры подтверждают, что при данном заболевании вовлеченная в него система, очевидно, выходит за пределы пораженной височной доли. Таким образом, анатомическая классификация приступов по долям головного мозга не всегда представляется возможной. Затрудняет ее и невозможность точного описания пациентам и его родственниками клинической картины приступов, отсутствие или недостоверность данных нейровизуализации, отсутствие эпилептифорной активности по данным ЭЭГ, а также сочетание эпилептических приступов с неэпилептическими. С учетом всего вышесказанного, при отсутствии четких клинических и электроэнцефалографических и нейровизуализационных данных, указывающих на очаг эпилепсии или их противоречий друг к другу, не следует пытаться привязать имеющийся у пациента приступы к конкретной доле головного мозга, а ограничиваться диагнозом патоматической или криптогенной фокальной эпилепсии и детальным описанием имеющихся пароксизмальных расстройств. Субтитры создавал DimaTorzok